МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, так вот и начинается мой день. С утра, с приготовления завтрака. Московское время 6 часов 30 минут. Утро Елены Волоховой ничем не отличается от утра миллионов московских мам. Просыпаюсь, готовлю завтрак детям, поднимаю их, кормлю. Приготовить, поднять, накормить, отвезти – все просто и понятно. Сонечка, иди завтракать. Уже как раз без 10. Да, жить в ритме великого города очень непросто. Давай быстренько, перекусывай у нас с тобой 10 минут. Выстроить план, проложить маршрут и все успеть. Но как успеть все одной рукой и на одной ноге? Елена Волохова успевает и готова рассказать, как. Почетный гражданин России. Посол мира. Президент благотворительного фонда. Председатель общественной организации. На пальцах не пересчитай, сколько всего она сделала. Это мужество, и оно запредельное. Спортсменка, активистка и просто красивая женщина. У Елены очень сильная воля. Ей нельзя не восхищаться. Елена Волохова – человек, живущий не вопреки обстоятельствам, а благодаря чуду. Восемь утра. Через час назначена первая встреча. Чтобы справиться с плотным графиком Елене, необходимо быть мобильной. Автомобиль – лучший помощник и любимый инструмент делового человека. Достоинства автомобиля не перечесть, но Елена, как никто другой, знакома с оборотной стороной этой медали. Восемь лет назад случилась авария, в которой она потеряла правую руку и ногу. Когда случилась авария, в принципе, я особо и не поняла даже, естественно, что это. Очнулась я в больнице, потому что ногу оторвало, рука была вся перебита. То есть вообще непонятно было вообще, как я выжила в такой аварии. То есть врачи не понимали, такого не могло быть. Пережить встречу со смертью – чудо. Научиться принимать себя новую – подвиг. Но вернуться после случившегося за руль – что это? Как? Где-то года через два я поняла, что я, во-первых, хочу за руль. Я действительно скучаю по машине, по вождению, по дороге. И очень тяжело, конечно, передвигаться на протезе. И я понимала, что нужно как-то… Ну, чтобы облегчить, конечно, нужно сесть за руль. Ставя перед собой такую цель, человек, переживший аварию, сталкивается с целым рядом проблем. Нужно не только преодолеть страх и адаптировать возможности своего тела для вождения. Приобрести автомобиль – задача непростая даже для здорового человека. Как реализовать задуманное? На что надеяться? Однажды Елена разместила в соцсетях грустный пост о том, как ей не хватает машины. То, что последовало после этого, она называет обыкновенным чудом. Этот мой такой крик о помощи, видимо, услышал Господь. Мне написал мужчина в соцсетях, он такой в возрасте дядечка, он сам без ноги. И вот он мне написал, Леночка, ну что вы, деточка, давайте я вам вот куплю какую-нибудь машинку. Автомобиль в подарок. В сложившейся ситуации делать вид, что ничего необычного не произошло, невозможно. Елена окончательно убедилась, чудеса в ее жизни не случайны, и поняла, что надо как-то на это реагировать. Я, естественно, открыла интернет, начала смотреть, искать какие-то сайты, как живут, есть ли вообще такие люди, там, без рук, без ног, как они живут, как они справляются, там, с жизнью. Сегодня автомобиль помогает ей успевать на бесчисленные встречи и переговоры. Там, конечно, эти датчики, биологические обратные. Да, 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 да. Да, 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 да. И это как раз вот это новшество. Да, и как раз интересно. Теперь жизнь Елены Волоховой посвящена помощи сотням людей, отчаявшихся обрести почву под ногами. Благотворительный фонд и общественные организации, созданные ею, обращаются за поддержкой люди со всей России. Там такая техника, там такая аппаратура, что просто вот удивительно. Ну, туда со всей России, конечно, идут. Она вдохновляет других. То есть я видела, я сама знаю несколько человек, которым она дала новый импульс для жизни, когда люди не хотели жить. И ты сейчас смотришь, и у людей все складывается, и личная жизнь, и творчество. Тем, кто ищет поддержку у Елены Волоховой, не всегда нужна финансовая помощь, или, например, протезирование. Часто для возвращения вкуса к жизни человеку достаточно увидеть перед собой новый горизонт, взглянуть на мир под другим углом, пережить яркие эмоции. Поэтому Елена постоянно пробует на себе всевозможные способы реабилитации. Дайвинг, полеты на дельтаплане, прыжки с парашютом. В прошлом году прыгали с Еленой Волоховой. У нее с одной стороны просто нету, и я говорю, давай попробуем с тобой подключить корпус. То есть в одну сторону мы делали именно рукой, а в другой перекладкой корпуса. И у нас, ну, в общем-то, неплохо получилось. Среди разнообразных методов реабилитации, опробованных Еленой, иногда попадаются очень необычные. Например, совершенно неожиданно для себя она однажды вышла на подио. Первый показ мод вообще и для меня, и, по-моему, он бы даже был первым вообще среди людей с инвалидностью, насколько я помню. И так началась моя, скажем так, публичная жизнь. И после этого я поняла, что я, ну, конечно, я не буду сидеть дома, я не буду расстраиваться по этому поводу. Есть еще столько всего интересного, что вот даже, оказывается, можно на подиум выйти. Полдень. Московский экспоцентр. Сегодня здесь проходит международная выставка моды. В этом царстве тканей и фурнитуры Елена не случайный гость. Неспешно прогуливаясь между стендами, она на самом деле направляется на очень важную встречу. Сегодня Елену ждут на стенде модного российского бренда, где она выступит в качестве консультанта. Особая мода – направление, требующее от дизайнера предельного внимания к деталям, такта и высочайшего профессионализма. Одежда должна быть одновременно красивой, удобной и функциональной. Малейшее нарушение баланса между этими тремя первоосновами приводит к мгновенной утрате смысла всей разработки. Поэтому модельер, стремящийся создать коллекцию одежды для людей с инвалидностью, как никто нуждается в обратной связи. С вашими консультациями и обратной связью я думаю, что мы придем к тому ассортименту и к правильному подходу, который действительно будет удобен, универсален, нужен всем. Для меня, например, удивительным моментом является то, насколько очень быстро, позитивно и активно люди реагируют на любое действие в этом направлении. Какой огонь в глазах, какой позитив, какое желание помочь мне понять, что нужно. Вот это вообще вариант. Это вариант для пиджака, я мечтаю о таком, чтобы прикрыть руку. Женщина всегда женщина. Рожденный быть прекрасной, она постоянно стремится к гармонии внутри и вокруг себя. Показы особой моды в Москве проходят с 2010 года. В 2017 году из государственного бюджета Российской Федерации впервые начали выделяться средства на реализацию проектов по созданию специализированной одежды. Сегодня в Москве пять фирм разрабатывают и выпускают одежду для людей с инвалидностью. О плохой хозяйке говорят. У нее две руки, но обе левые. Я считаю, что это утверждение устарело. И сегодня я вам это докажу. С вами Елена Волохова и моя программа «Одной левой». 18.00. Московский вечер для большинства. Время отдыха. Но только не для Елены Волоховой. В насыщенный день она завершает съемкой своего кулинарного шоу, где личным примером показывает, что в жизни реально все. Было бы только желание. Сегодня мы с тобой будем чистить картошку, жарить, резать ее, жарить. А все одной левой. Гость программы – Луиза Гагарина. Подруга и деловой партнер Елены. Оказавшись на кухне, люди становятся ближе и понятнее друг другу. Но сейчас Луизе предстоит узнать нечто новое и о себе. Так, теперь мы с тобой будем резать картошку. И я? Да, и ты. Когда мне Лена предложила почистить картошку, я поняла, что я этого не сделаю. Это реально нереально сделать ножом, одной рукой почистить картошку. Порезать картошку, куриное филе, помидоры. Не, не надо ее пилить, душить, давить. Ее нужно вот легонечко попытаться вот, вот, смотри, раз, и нож вошел. Ну-ка, подождите. Казалось бы, что может быть проще? А теперь попробуйте сделать это одной левой. Первое, что я начала делать левой рукой, угадай, что? Самое первое вообще, что я взяла в руку, в левую? Помаду. Да, это было еще в больнице, когда я лежала. Я редко кому рассказываю, хотя мне пытаются говорить, нужно сторис, нужно об этом говорить. У меня троюродная сестра была с синдромом Дауна. Вот так, между прочим, люди начинают говорить об очень важных вещах, смотрят на все иначе и раскрываются по-новому. Именно так Елена и представляет себе главную цель программы. Пробуйте, творите, меняйте мир к лучшему, делайте что-нибудь, поймите только одно – ваша жизнь в ваших руках, даже если у вас одна левая. Творчество и эксперимент – неотъемлемые черты свободного человека. Проживая каждый свой день, Елена Волохова несет в мир дух этой свободы. Только так, с полной самоотдачей, нужно делать что-то по-настоящему важное. Радоваться жизни, нести добро и радость окружающим. Елене Волоховой в жизни выпали серьезные испытания. Она прошла их, постигла нечто очень важное. И сегодня с высоты собственного опыта способна сказать. Вот как-то у меня тоже такое осознание пришло, что нужно делать как можно больше добрых дел, что можно не успеть. Жизнь просто может закончиться завтра, и никто же не знает, кому что уготовано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова